Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Если мужчина влюбился в другую в браке, будет ли он таким в других отношениях? Не совсем понятно, каким он будет в других отношениях. То есть, если вы имеете в виду, здесь будет ли мужчина, будучи влюблённым в другую женщину, влюблённым в свою жену? Нет. Если вы имеете в виду, будет ли он, как бы, поддерживать влюблённость к той, в кого влюбился, то да, будет конечно. Или всё индивидуально и зависит от ситуации? Ну, зависит знаете как. Индивидуально и зависит от ситуации только, пожалуй, то, как мужчина, вот как, именно как мужчина, условно говоря, реагирует на влюблённость свою, и как он, условно говоря, её проявляет, свою же влюблённость. Понимаете? Понимаете? Вот только в этом есть индивидуальные, ну, индивидуальные различия. А во всём остальном, во всех остальных случаях, ну, тут история здесь такова, что если человек действительно влюбился, вот, если он правда влюбился, то он, конечно, будет, ну, эту самую влюблённость проявлять, как-то, как-то, да, он будет эту влюблённость проявлять. И, значит, соответственно, формы, формы, ну, формы проявления влюблённости, скажем так, могут, конечно, очень сильно различаться. Это факт очевиднейший, я надеюсь. Вот. Поэтому тут нужно смотреть именно на конкретного мужчину, да, то есть именно смотреть на конкретного человека, на то, как конкретный человек воспринимает отношения с вами, как конкретный человек, ну, если это вы, и та женщина, в которую он влюбился, как конкретный человек воспринимает появление в его жизни нового, ну, человека. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет делать какие-то выводы. Но индивидуальные особенности проявляются именно вот в том, как человек проявляет свою влюблённость, то есть как человек способен её выражать, потому что ситуации бывают разными и, в общем-то, не всегда, не всегда, не всегда то, что, допустим, вам хотелось бы, например, выражается, поэтому тут вопрос в том, насколько вы готовы, насколько вы готовы, вот именно принять то выражение влюблённости, которое сейчас есть у вашего партнёра. Шок у жены, родня населы, угрозы отследить у него всё и так далее, и ребёнок там есть. Ну, на самом деле, отследить всё не получится, потому что имущество супругов в любом случае вне зависимости от чего-либо будет делиться пополам, вот. То есть там вопрос только в том, кто что нажил, вот, так что всё у него не отсудят, точно. Но я бы воспринял вот эту информацию, да, как такой, знаете, звоночек. Звоночек именно в пользу того, что мужчина, ну, может быть, боится, или, может быть, не уверен, или, может быть, чувствует себя загнанным в угол, вот. Потому что, ну, у меня, как бы, вопрос возникает, да, к мужчине, а он, извините, чего ожидал-то? Вот. Ну, то есть он ожидал, что его поколовки будут гладить за то, что он сделал или что, или он понимание какого-то от жены, например, ожидал. То есть, ну, вот эти моменты, а вот в этом контексте у меня есть вопросы к мужчине. То есть, я не имею ничего против того, что вы, например, в курсе всех дел, которые происходят у него, ну, с ним. Вот. Но мне кажется, что очень важно то, как он их подает. То есть, очень важно то, как он подает эти свои трудности. Если он влюбился, то все эти трудности – это фигня. И ребенок, который есть, ну, с ребенком отношения можно и нужно поддерживать. Вот. Другой вопрос, если он начинает испытывать, я имею ввиду, мужчина, начинает испытывать чувство вины, или вы, если в церкви – это женщина, в которой он любился, то женщина начинает испытывать чувство вины. Вот. В этом случае абсолютно ничего хорошего не будет. не для вас, не для мужчины, потому что с черта вины, ну, оно, оно еще никому не помогало никогда. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, такая вот история и такой, может быть, вам комментарий. Дальше. Именно с точки зрения мужской психологии, как понимать. Или там и без появления третьего лица уже были проблемы. Да, там и без появления третьего лица уже были проблемы. Это верно. Вот. Но, на мой взгляд, очень важно, очень важно понять, что именно вы хотите, ну, выяснить. То есть, что именно вам, что именно вам не понятно здесь. Ну, конкретно, что вам не понятно. Потому что я не очень понял, что вы хотите понять. Исходя из текста вашего вопроса. Что конкретно вы хотите понять. Вот и всё. То есть, тут надо сколько понимать, наверное, сколько просто принять ситуацию. Принять ситуацию, что у мужчины появились чувства, и что не все люди к этому готовы принять, что в жизни так бывает. И что людям, опять же, нужно время, чтобы это принять. То есть, это не просто так вот, знаете, что вот. Ну, это не просто. И вы знаете, наверное, что это не просто. Вот. Поэтому, такой вот момент, я думаю, можно облучить вам. Надеюсь, что помог вам здесь дело не в мужской психологии, а вот у меня, ну, такое впечатление, что вы, не знаю, как будто в мужчине в своём не уверены. Вот. Как будто бы вы в нём не уверены. И хотите как-то вот себя обезопасить, что ли. Вот. Я не вижу, опять же, в этом ничего плохого, да. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы, ну, что вы пытаетесь себя обезопасить. Но, на мой взгляд, ну, будет лучше, если вы, как-то вот, знаете, честнее, что ли, по отношению к нему, честнее будете это выражать. Вот. Сейчас очень важно, чтобы вы были максимально честны друг с другом. Вот. Потому что, если этого не будет, если вы не будете честны друг с другом, вот, то ваши отношения могут закончиться. Тут могут просто элементарно не выдержать того, что вот сейчас происходит. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...